Татарстан Впервые аэростат был запущен в 1783 году. Сегодня они используются для кратковременных, скажем так, воздушных путешествий с красивыми обзорами, а также для метеорологических целей, чтобы проводить измерения на высоте. А ранее они использовались в том числе и для военных целей. Это отличный способ наблюдения за противником, но также они использовались для сбрасывания бомб. Если уклубиться немного в историю, то русская армия начала применять аэростаты еще в начале 20 века. Сначала это были привезные воздушные шары, служившие наблюдательными пунктами для разведки и корректировки огня. Такая техника активно использовалась в ходе русско-японской и Первой мировой войн. В годы Великой Отечественной войны привезные аэростаты продолжили использоваться в качестве наблюдательных пунктов. Воздушный транспорт используется и по сей день, но уже в других целях. Он активно используется туристами на курортах и служит средством передвижения в гонках на дальние расстояния. Аэростаты или воздушные шары устроены довольно просто. Это купол, оболочка, сделанная из некоторого полотна, и прикрепленная к воздушному шару корзина, называемая также гондолой. Это площадка, на которой находятся люди. Также в аэростате должна быть газовая горелка, которая нагревает воздух в воздушном шаре. Именно нагревание воздуха и позволяет аэростату взлететь. Используется выталкивающая сила, сила Архимеда, которая поднимает шар с более легким содержимым по сравнению с окружающим воздухом. Этот же эффект мы наблюдаем, когда смотрим, как поднимаются пузырьки в любой газированной воде. Всем известно, что каждому транспортному средству для движения необходимо топливо. Что же требуется аэростату, чтобы преодолевать большие расстояния? В газовых аэростатах подъемную силу создает газ внутри оболочки. Как правило, это водород или гелий. Водород в сочетании с кислородом становится взрывоопасным газом, поэтому применяется редко. Гелий является безопасным, но и более дорогим. Эксплуатация газовых аэростатов – это прежде всего большие затраты. И в то же время полеты на газовых аэростатах дают неповторимые ощущения. Полина Санникова, Универ Новости. Продолжение следует...